Всем привет! Мы расскажем вам самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на канале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки смотрите ниже, в описании к видео. Состоялись съемки очередного ток-шоу. Обсуждали следующую тему – правильное питание и похудение. Участники рассказывали, кто как худеет, кто планирует похудеть и как правильно питаться. Выступали Глеб Жемчуков, Ваня Барзиков, Настя Иванькина и Кристина Лесковец. Гостями на Олимпе были Ирина Александровна Гибалова, Катя Колесниченко и Валерий Блеменкранц. У Саши Гозиас и Кости Иванова опять в отношениях разлад. Саше доброжелатели показали скриншоты переписки Кости с девушками. Саша пишет «Вчера меня изолировали якобы за измену моральную, но сегодня мне прислали эти скрины. Меня осудили не за что, а человек, который изменяет, ходит спокойно. В моей жизни были предатели и повторять это я не хочу. Спасибо девочкам, что открыли на него глаза». Костя открещивается от этой переписки, он говорит, что она велась с поддельной страницы. «По поводу неких переписок сомнительного происхождения я не виновен. Переписок такого характера не веду, это монтаж». Участники проекта побывали на концерте Тимати в Олимпийском. Руслана Мишина рассказывает, что Глеб поехал на концерт, но следом за ним направилась Надя, которая из Саранска. Это хитрый ход для завоевания женатого мужчины, но нечестный. За глаза многое можно сделать и сказать. Оля ведет себя достойно, не истерит. Просто она мужу поставила условия. Еще одно неверное движение, и Глеб направится в ЗАГС за разводом. Ольга Жемчугова уже написала в своем микроблоге, что развода с мужем она не хочет. «В последнее время меня очень часто давят и хотят вывести на эмоции. И если я их не даю, думают, что мне все равно. Но если я не показываю свои эмоции, это не значит, что я ничего не чувствую. Развода не будет. За семью нужно бороться до конца». Денис Козлович покинул телестройку. Он написал, «Дом 2 – это не только место, где находят свою любовь, но и место, которое открывает тебе ворота в новую жизнь, с новыми возможностями и потенциалами. Все лучшее у меня только впереди». Многие подписчики считают, что причина ухода Дениса такая. Организаторы хотели его впихнуть в пару жемчуговых, а Денис отказался, поэтому и отправили парня за ворота. Он же молодец, даже при его тяжелой финансовой ситуации, предпочел остаться человеком. Саша Харитонова все еще находится на съемках в Минске у режиссера Дмитрия Астрахана. Она публикует фотографии съемочного процесса. А на ток-шоу «В городские квартиры» к Харитоновой приезжал мужчина. Его зовут Дмитрий, ему 35 лет. Привез Саше красивый букет из 101 розы. Так что, возможно, мы скоро сможем наблюдать Сашу в отношениях с настоящим мужчиной, а не с юными мальчиками. Ведущая новостей «Дома-2» Катя Жужа обручилась с петербургским бизнесменом Олегом Винником. Как вы помните, семья мужчины, жена и двое детей погибли 31 октября в страшной трагедии над Синаем. В своем микроблоге девушка показала помолвочное кольцо. Счастливая Катя принимает поздравления от поклонников. Еще недавно Катя и Олег скрывали свои отношения. Девушка удаляла совместные снимки с ним через некоторое время после их публикации, чем приводила многих в состояние недоумения. Например, на свадьбе директора Ксении Бородиной Жужа сделала совместную фотографию с Олегом и подписала ее словами «Мы следующие». А спустя сутки после вечеринки Катя удалила этот снимок. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки имеются в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.